Рак Просто я знаю, что на каком-то моменте подключатся к этой трансляции представители, нет некоторых пабликов, или не пабликов, а просто штук, которые записывают трансляции в инстаграм, и мы все знаем об этом, они записывают эту херню, и поэтому, получилось, я на них рассчитывал. Возвращаемся к теме, для чего я решил заэфирить, но в эфир вышел я все-таки по поводу. Короче, я понял, вопросов особо объективных нет, поэтому, наверное, я все-таки скажу, чего хотел, поэтому требую от вас внимания. Короче, множество вопросов, конечно, поступает по поводу того, что альбом мой должен быть уже готов, он должен был быть готов и раньше, и позараньше, и после раньше. Ну, в принципе, я вам скажу, что, в принципе, написано доделываться. Ну, почему я вдруг решил вам об этом способственно порассказать, потому что могу не успеть. Презентация получается этого же альбома в Москве 19 октября этого месяца в клубе Изи, новый клуб, Ади. Но я почему говорю, потому что стремаюсь не успеть, потому что, ну, как бы все готово, но я знаю, как это происходит, пока то, пока это, можно не успеть. И поэтому сразу объявляю, что если это немного задержится, то не будете удивлены, это не специально, просто так все делается. Тут спрашивают, как я отношусь к корочеству, 25.17. Так и написано. Не знаю, это была группа 25. А, подожди, стоит, 25.17. Я знаю, это была группа. Это хорошая группа, я видел, как они выступают вживую, очень хорошо. И, в принципе, отношусь хорошо к этой группе, раз уж на то, подплыло, раз уж вы спрашиваете. Вот они ко мне, может быть, не очень хорошо относятся, и я из-за этого вообще не виню. Это, пожалуйста. Пресни про версус Окси. Ну, раз уж вы хотите, то могу прояснить по поводу этого долбича. Подстрела, которого звали Микси. Мы после концерта в Санкт-Петербурге были в некоторой заведухе, и пацаны выходили курить, и я вышел с ними просто постоять. И шел какой-то подстрел, такой длинный подстрел с походкой, ну, типа долбоеба. Ну, так эта походка называется, извини, Микси, я не знаю, у меня сказали, что он лютый тип, но он совершенно не выглядел, он лютый тип, он лютый как подстрел. Подстрел у нас таких назад. Ну, вот он шел, короче, и такой, о, мужики, не будет сигареты. Со мной стоял Зуб на Зуб, Зубыч мой приятель из Киева. Ну, и еще пару пацанов, которые, в принципе, тоже из Кривбаса, из Украины, откуда-нибудь, но в Питере живущие. Ну, мы вместе кучкуемся, это нормально. И мы вышли, курим, и вот они курили. И этот подстрел будет сигарету, мужики, говорит, ну, Зуб ему достается сигарету. И боится сигарету, а я смотрю, что у этого типа на кепке написано Версус. И я говорю, Зуб, ну, типа, суточка такая. И я говорю, Зуб осторожнее, у него на кепке написано Версус, это опасный тип. Ну, а Зуб, как пацан традиционного воспитания, такой сказал, что Версус, что? А Зуб сам по себе, ну, такой крупный, ну, пацан. И, ну, может вызвать, в принципе, наверное, у рэперов с Версуса, наверное, может вызвать немного подсыкания. И поэтому он такой, что Версус? Ты что, с Версуса? Ну, говорит. А он, а тут такой сразу рассыпался и говорит, я, да, ну, блин, я с Версуса, ну, я просто участвую в фрешке, я просто в фрешке участвую. Я из команды Оксимирона. Сразу он насыпал такую к нему. Ну, и когда он сказал, что он из команды Оксимирона, то я, конечно, решил напомнить Оксимирону в очередной раз, что пускай он перестанет обсыкать свои портки. И уж раз вызывал меня на Версус, то пускай уж увидеть за свой базар, не пускай, пускай не базарит за то, что он не пошел на Версуса со мной, потому что я затребовал деньги. И этот великолепный рэп-иудей, который зарабатывает, наверное, хорошим образом на вас, гоях, деньги. Поэтому я, извините, ничего такого против гоев не имею, потому что я евреем не являюсь, но если вы помните, то Оксимирон в своем тексте против Крипла сказал, «Гой будет гореть в печи», а «Гой» стояли вокруг и хлопали. И если это им подходит, то ладно, я ничего против не имею. Но раз уж он меня просто вызвал на соревнования в этом смысле, то пускай вывозит, я готов. А он готов? Нет. Хотя я, когда пока ехал в машине с моим знакомым, организатором моих концертов, каких-то дебильных концертов, я не знаю, кто ходит на дебильные концерты этой хуйни, просто отвратительное, не музыкальное, говно. Но, тем не менее, он поимел смелость в машине с незнакомыми людьми, с качеством. Он до сих пор готов со мной побатлить. А потом, когда я сказал, что если ты готов, что-то ссышь, а потом опять съехал, дважды съехал, дважды съехал, ебучая ссыкуха. Если уж у тебя есть чего сказать мне, и ты можешь это сделать, то ты, ебучая ссыкуха, пожалуйста, уже давай делай это. Потому что, знаешь, в медиапространстве все думают, что этого нет. Но мы с тобой знаем, что ты просто ссыкуха, сраная. И не можешь сказать некоторым людям в лицо то, что ты можешь сказать каким-то чепухам в лицо. Так вот попробуй сделать это в действительности, какому-то дизастеру. Знаешь, никто, блядь, не знал дизастера до того, как ты с ним забатлил. Всем похуй, кто такой дизастер. Ебогу, я не знаю. Я не знал, и никто из всех людей, кого я спрашивал, не знал, кто такой дизастер. Только, ебаный, ты знал, блядь, кто такой дизастер. Ты попробуй уже вывести хотя бы за то, с кого ты вызвал. А вызвал ты, насколько я помню, давай, не будем пиздеть. Ты сказал, что такие, как я, или Луи, или Ремдига, не выйдет с тобой на батл. Так вот, ссыкуха, ты ебучая, конечно, я выйду с тобой на батл. Только ты, ссыкуха, со мной не выйдешь. Я думаю, что и Ремдига бы справился с тобой. И, конечно, Луи бы с тобой справился тоже. Но раз из них никто не реагирует, не считают по престижу своему. Потому что это, пацаны, действительно престижные, в отличие от тебя. Дурацкая залупа, которая, блядь, то что-то говорит, то отказывается от этого. В отличие от тебя, они отвечают за свой разговор, а ты, нет. Так что, добро пожаловать. В этот раз я готов бесплатно. Хотя нет, бесплатно нет. Раз уж ты там зарабатываешь, надо тебя щипнуть. Правда, этот вопрос открыт был и закрыт теперь, сейчас, думаю. Потому что, если есть ко мне вопросы, я отвечу, потому что я так говорю по факту. Если у кого есть сомнения, готов обсудить.